Руслан, привет! Сегодня мы общаемся с Русланом Назаровым, который запускает TrueCost в Сингапуре в непростые времена. И мы запустили этот проект в прошлом году, и сейчас он набирает оборот, скоро будет запуск. Мы встретились для того, чтобы узнать и спросить Руслана, как происходил запуск, что сейчас происходит, какие дела и на какой стадии проект. Руслан, привет тебе! Из солнечного Сингапура, он сегодня у нас, у него уже вечер. Расскажи, как дела, что происходит? Приветствую! Да, у нас уже вечер, уже стемнело, не могу показать вам солнышко. Дела у нас очень хорошо идут, мы действительно запустились в прошлом году, совместно со Станиславом, всей нашей командой. К сожалению, всем известное событие наложили свой отпечаток, и, скажем так, это повлияло, естественно, на наш проект. На сегодняшний день мы уже собрали практически 70% нашего бюджета, что, в общем-то, позволит нам уже запустить проект. Вот, начали уже ремонт, постелили, чтобы защитить наши полы. Уже сняли часть светильников, которые не будем использовать, старая посуда у нас здесь, уже фасад стойки, начинаем делать, меняем. Сняли уже стикеры с Олкан, светлое, красивое помещение, леса тут строительные стоят. Сделали выкрасы для дизайнеров, какой цвет будем красить стены. По кухне ведем уже работы здесь, значит, вот это все оборудование вывозят уже завтра ночью. К сожалению, мы не можем его использовать, оно испортилось основательно. Вот эти холодильники все выкидываем. Ребята тут работают уже над кулрумом. Временное подключение электрики. Сейчас здесь работа закипит тоже. В первую очередь, кухню мы освобождаем для того, чтобы произвести здесь клининг тотальный. Оставили часть посуды. Пока не знаю, пригодится или нет, просто оставили. Здесь тоже, соответственно, тарелки. Ну, вряд ли мы будем использовать, но может быть, для каких-то корпоративных мероприятий. Ну, в общем, работа ведется. Вроде бы ее не так много, но в то же время каждый день. Очень много всего происходит. Вот выкрасы, кстати, забыл показать. Выкрасы. Это для такой основной цвет у нас будут перекрашены все элементы деревянные. Оно вот эти все. Уже вот пришли первые сантиметры, которые мы закипели. Какие красивые. Будет вот здесь на стене висеть. И вот, смотрите, какой у нас красивый вид. Самолет наших соседей. Сантек тоже обновил здесь лавочки. Покрасим. Вот это наша будет терраса. Смотрите, какая большая. Будем использовать ее. Это, знаете, сравнимо, вот если кто-то играет, например, когда есть PlayStation, вот есть, покупаешь игру, и она вот загружается непосредственно в систему, и ты уже понимаешь, что, например, первый этап загрузки идет, и там система пишет, что вы уже можете играть. Но игра еще загружается. Вот примерно с этим можно сравнить наш проект. То есть мы уже точно его запустим, но у нас еще дозагружается. То есть мы продолжаем поиск наших соинвесторов. И даже после открытия ресторана мы будем это делать. Но непосредственно запуск состоится уже в середине июня. Все к этому идет. Естественно, дата гибкая. То есть мы не можем пока точную дату назвать, потому что мы ждем мебель из Китая. Это всегда зависит непосредственно от доставки из Китая. И сейчас, если вы следите за новостями мировыми, то знаете, что в Китае тоже есть определенные плохие новости, связанные как раз опять с ковидом, про которые уже все забыли, но он есть, никуда не делся. И надо об этом тоже почитывать. Это может наложить свой отпечаток на сроки. Поэтому вот так у нас дела. В общем-то все очень позитивно и хорошо. Да, для тех, кто не знает, может быть, кто-то первый раз смотрит, суть в чем, что мы запускаем ресторан в Сингапуре. В Сингапуре true cost по такой модели, которая популярна в России и показала свою доходность и вообще устойчивость в России. И в том числе вот мы ее сейчас в Азию, в Сингапуре начинаем и будем дальше транслировать. Но еще не так просто. Мы еще делаем это через модель кромфандинг, когда у нас есть инвесторы. И у нас уже есть группа инвесторов, которые инвестировали тоже в этот ресторан. А Руслан с командой на месте запускают, а ребята в основном, ну из разных стран, конечно, но в основном было из России. Руслан, расскажи про людей, которые мы собирали. Как ты собирал? Вот немножко про нас смотрят не только ресторанные предприниматели, но и вообще в целом люди, которым модель интересна. Расскажи, пожалуйста, как вот у тебя шли там собеседования, что люди спрашивали, что говорили, насколько модель им была интересна. Было сюрпризом для нас, что это вызвало огромный интерес. Нашу группу, например, в Телеграме пришло из разных каналов, которые мы использовали, чтобы рассказать о наш проект, пришло больше полутора тысяч человек. Но постоянно идет, все равно продолжает поток. Я, честно говоря, даже уже сейчас не могу отследить точно прямо оттуда, да, какие источники работают. Но, видимо, сарафанное радио и все инвесторы, специально они делятся ссылкой, так как проект вызывает определенный интерес, потому что это не обычная модель ресторана, это трупост, это модель, которая запущена в Москве уже, еще пять лет назад была. Естественно, Сингапур вызывает интерес. И сама система, то, что любой желающий может участвовать, вкладывая всего лишь от тысячи долларов инвестиций, да, уже быть частью этого проекта. Какие-то временами это было не так просто, потому что у меня было очень много встреч, что-то встреч, это все мы делали в онлайне, и желающих было больше даже, чем я мог, скажем, обработать звонки, там, встречи. Заявок у тебя было, да, получается? То есть люди... Заявок было много, да. Реально до результата дошли не все. Кто-то на пути отказывался сам, узнав подробности, видимо, эти люди не устраивали какие-то нюансы. Кому-то отказывали мы, так как мы не берем всех, наш проект и инвестиционный проект, надо это понимать. И я лично несколько раз сам отказал людям, потому что, ну, по разной причине, я вообще не хотел это точно говорить, по каким, но тем не менее, это случалось. После известных событий всем, конечно, поток спал очень сильно, да, то есть, в принципе, инвестиционная деятельность, она затормозилась. Но, тем не менее, мы переключились на сингапурский рынок, и здесь мы, нам удалось вот на сегодняшний день несколько своих инвесторов привлечь, непосредственно людей, проживающих в Сингапуре, и, конечно же, им проще принимать решения, потому что они могут подъехать в торговый центр, где мы снимаем помещение под ресторан, и увидеть все своими глазами. И, конечно, инвестировать так гораздо легче, потому что ты можешь потрогать объект инвестирования, да, и поэтому, и до сих пор, вот, сегодня буквально пришло еще два инвестора, и сейчас, чем ближе к дате открытия, чем понятнее становится, когда мы открываемся, и чем реальнее все это происходит, естественно, люди быстрее и легче принимают решения. Вот, поэтому, вот как-то так. Ну, так всегда, в принципе, идет запуск, сначала все раскачиваются, я потом-потом, а потом сейчас у меня спрашивают, ой, а почему же, как же мне уже войти, а сейчас уже сложности с переводами, ну, мы же вас предупреждали там несколько месяцев, давайте-давайте, зачем ждать, почему ждать нужно? Вот, очень часто так бывает. Слушай, классно, расскажи, пожалуйста, такими крупными мазками по этапам, как шел проект, да, у тебя были, насколько я знаю, ну, первое, да, это мы встречались с инвестором, рассказывали им идею, отвечали на вопросы, дальше принимали деньги, раньше это было, ну, собственно, нормально, дальше вы переключились на сингапурских, сейчас международная комьюнити тоже подключается, что еще там, я знаю, юридические были моменты, с дизайнерами были какие-то вопросы, да, с оформлением, и, насколько я понимаю, с самим арендодателем, да, с технически, вот расскажи крупными мазками, вот эти вот три основные момента, что было сделано, в чем были сложности, может быть, какие-то лайфхаки для тех, кто слушает, смотрит и может, такой же проект запускать захочет. Ну, сложности всегда сопровождают любой проект, я думаю, и мы не единственные такие, да, и, конечно, на каждом этапе мы встречались с каким-то сопротивлением или турбулентностью, это, в общем-то, нормально для бизнеса, это случается, да. Что касается, например, арендодателя, ну, там самое сложное было, наверное, удержать тайминг, да, то есть нам одновременно нужно было и привлекать все инвестиции, да, и одновременно нужно было удерживать этот объект для нашего инвестирования, да, это не так просто делать, здесь нужно применять, уметь договариваться, да, уметь где-то идти на какие-то риски дополнительные, да, понимая, что, возможно, пострадает ваша репутация и так далее, но, слава богу, здесь эти риски, они были оправданы, и я их нес непосредственно, сам участвую здесь и удерживаю это помещение в поле нашего интереса. Руслан, а я, насколько знаю, еще было, ну, удалось помещение, вот это, которое ты выбрал, нашел, оно еще было с хорошей ценой, да, и удалось по, там, так... Да, вот это самое, наверное, интересный момент, что мы договаривались еще во время пандемии, и мы прямо, ну, условно, можно назвать, заскочили в последний вагон, да, и как только мы заключили договор, как только мы подписали соглашение, перевели, как раз первые собранные инвестиции над нами, мы как раз это успели сделать по таймингу, и буквально через неделю государство объявило о расширении, о снятии ограничения, о расширении работы фут-эн-бэверидж, это рынка ресторанов в Сингапуре, и, собственно говоря, рейнда резко подкачила, то есть, и уже даже в ней вот арендодатель сказал, что, ну, менеджер, да, представители, что, ребят, как вам удалось вот так удержать помещение, так долго вы с нами вели переговоры, и в конечном итоге вы выиграли, потому что вы подписали очень хорошие церкви, да, поэтому три года по контракту, да, у нас три плюс три контракта, шесть лет, три года у нас будет очень хорошая аренда. Это вот к вопросу о команде, насколько важно именно с человеком опытным, который переговоры умеет вести и знает, что будет дальше нормально, именно вот, наверное, вот тут тебе большая тоже благодарность, в уверенности, потому что, ну, люди, которые этим не занимаются, действительно воспринимают риски, как, ну, и вообще проблемы, именно, как какие-то проблемы, а ты, получается, наоборот, использовал там пандемию и все остальное для того, чтобы очень классные условия, и самое главное не только для себя, что это же на плюс с инвестором, вот что самое главное, именно когда есть мощный человек, который уже делал, и стоит ему довериться, я думаю, что по максимуму, то есть тут нет как бы задачи или нет какой-то гарантии, что 100% там все получится, но все, что максимум можно будет сделать, вот в этом уверенности есть, и чаще всего именно, если там 1, 2, 3, 20 проектов, сколько ты запускал, то там 21, он с большой долей вероятности тоже будет успешным, вот это я как бы со стороны так, то что смотрю, почему мне тоже понравился проект, почему я вот так тоже участвую, супер, давай тогда про юридические моменты, потому что схема-то у нас непростая, да? Юридические тоже, вот здесь были сложности, честно говоря, я думал, что отчасти мы могли бы избежать, но тем не менее, изначально мы сразу понимали, что нам придется разрабатывать акционерное соглашение, так как участников очень много, и что по пути, да, ведения этого бизнеса разные ситуации могут возникнуть, и нужно, безусловно, чтобы все было так, как в Сингапуре говорят, black and white, да? И мы привлекли юристы, несмотря на то, что это достаточно дорого в Сингапуре, мы разработали акционерное соглашение, которое непосредственно будет регулировать вообще наши отношения между соинвесторами и государственной компанией, в которую они инвестируют, что можно делать с акциями, как будет распределяться прибыль, то есть там у акционерного соглашения все расписано, и оно очень, это был важный документ. И акционеры его подписывают, да, получается? Да, да, и вообще, в принципе, та схема, которую мы применили за введение денег непосредственно в страну и непосредственно в компанию, в общем-то, мы по пути не столкнулись с особыми проблемами, да, но только вот единственное, мы столкнулись сразу же, когда ввели санкции, да, и были ограничения, здесь, ну, каким-то образом еще кто-то мог перевести, перевести деньги, кто-то уже не мог, им физический банк отказывал, да, и, в принципе, я даже просто по своему счету, да, знаю, что уже это сделать крайне тяжело, но сейчас появляются определенные тоже инструменты для того, что как это может делать, если мы не нарушаем закон нигде, никакого, ни на каком этапе, то, в принципе, можно это продолжать делать, инвестировать, я имею в виду. Но это уже индивидуально получается, да, надо обращаться, если кто-то еще хочет там поучаствовать. Окей, слушай, мне вот то, что понравилось с юристом, когда мы обсуждали и встречались, я помню просто наш с тобой разговор, и, да, стоимость достаточно высокая, но зато, насколько я понимаю, юристы несут ответственность именно за то, что если там что-то будет не то, поэтому-то и стоимость высокая, они разрабатывают это приложение, да, и вообще вот эту схему, и как бы свое имя под это ставят. То есть это вот то, что отличается, наверное, в России, да, и в Сингапур, в Сингапур. Правильно я понимаю? Конечно, да, во время разбирательств, естественно, юрист несет тоже ответственность, да, почему он рекомендовал то или иное действие, совершать и так далее. без первого ответственности нужны лица, которые подписывают соглашение, а тот, кто составлял это соглашение, это, он должен опираться на все законы, учитывать все нюансы, и вообще, на краудинвестинг в Сингапуре это достаточно такая серьезная, сложная задача, которая решается немножко другими методами, да, то есть мы в том числе с юристом разрабатывали документ, а вот для того, чтобы мы каждое слово в презентации выверяли с ним согласно законам, да, непосредственно государства, чтобы мы не, ну там очень много нюансов, да, чтобы мы не вводили в заблуждение, да, своих инвесторов, чтобы мы делали, скажем, все согласно дленному законодательству, да, потому что можно очень легко попасть под непосредственно разбирательство, если что-то сделал неправильно, поэтому здесь мы очень, мы соблюдали очень крайнюю осторожность, да, в этом, и в принципе у нас получилось. Здорово, 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 супер, в общем, юридические моменты разобрались, много чего узнали, был там один юрист, потом второй, я тоже знаю, ну ладно, тут уже подробности можно опустить, самое главное, что схемы сейчас 100% рабочие, прозрачные, и есть презентации там на русском языке, и есть на международном, да, получается, презентации, которая тут уже работает, и схема точно работающая. Да, для тех, кто смотрит, думает, как это сделать, собственно, есть очень уже готовый проверенный способ, Руслан теперь все это знает, и мы даем в том числе этот механизм, этот способ для открытия компании там за рубежом, у нас есть еще, помимо самого ресторана, еще обучение, вот, где мы будем делиться, и вот Руслан как раз таки рассказывает, показывает все схемы, если вы хотите зарубежный рынок осваивать, все подводные камни там будут. Так, супер, и последнее, давай разберем с тобой, интересное, самое визуальное, я как дизайнер, да, не могу мне спросить, расскажи, что по дизайну, я так знаю, что вы нашли именно на местности девушек, которые занимаются, плюс вы сами там макетированием занимаетесь, еще чем-то там, перестройством, расскажи немножко про дизайн интерьера. Да, ну, мы пошли по пути, что мы нашли дизайнеров в Сингапуре, мы посмотрели, это произошло, это на самом деле случайно, хотя не случайно, я искал, я занимался поиском дизайнеров и наткнулся на девчонок, которые там делают, это Евгения Александра, компания HotFocus, по-моему, называются они, и я посмотрел их проекты в Инстаграме, и мне понравились их проекты, они достаточно много реализовали проектов в Сингапуре, то есть они не то, что какие-то новички на рынке, да, и они много сделали проектов. Предложил их наш проект, они согласились, узнав нашу идею, узнав нашу концепцию, и мы приступили. Делали непосредственно в нашем помещении, мы занимались, прототипированием, да, когда мы выставляли, выставляли мебель, чтобы оценить, ну, была социальная дистанция, сейчас ее, кстати, отменили, и это хорошо, я сейчас уже, не обращая на внимание, наше, ну, то есть, это не зря был сделан шаг, да, вот, маркетируемый, как прототип, да, ресторана, мы выставили столы, старые столы, доставшиеся еще от предыдущего арендатора, они достали сам наследство, и мы эти столы расставляли, там, где не хватало столов, мы ленты заклеивали, там, имитировали стол, да, и стол, и сейчас социальную дистанцию отменили, и я сразу же добавил просто столы и стулья у китайского производителя мебели, и буквально сегодня я добавил еще, то есть, я добавил на свой срок и риск, думая, что отменят, скорее всего, социальную дистанцию, я добавил, там, порядка, пяти столов, да, сейчас я добавил еще больше, потому что я понимаю, что теперь можно, условно говоря, там, французскую посадку делать, так как требования к социальной дистанции в Сингапуре отменили, и, ну да, все эти моменты, все это, все это надо проходить, все это надо делать, нужно экспериментировать, общаться, измерять, промерять, то есть, нужно все через себя пропустить, осознать, что ты делаешь, поэтому, все эти упражнения не очень полезны, и сейчас мы непосредственно уже согласовали весь дизайн проект с торговым центром, где мы открываемся, тоже это не так просто, на самом деле, есть определенные этапы, которые нужно проходить, но с этим, я могу сказать, справиться, скорее всего, только человек, который уже, конечно, запускал проекты, и в том числе, я за рубежом, в данном случае, у меня опыт такой имеется, да, если бы я, например, делал этот проект впервые для себя, да, то я, честно говоря, там, затрудняясь на какие-то вопросы, я бы застрял бы, но либо надо привлекать к консультации, да, это дорогостоящая достаточно, для того, чтобы реализовывать подобные проекты, то есть, ну, либо нанимать специалисты готовые, да, ну, что стоит, это, конечно, гораздо дороже проект тогда в таком случае, да, непосредственно, это, конечно, экономит деньги компании, когда партнеры, специалисты, непосредственно воплощавшись в жизни проекты, и вот в этом плане, когда нужен опытный и такой человек, который уже запускал, вот как ты, получается, я вот в ресторан не запускал, только дизайн, делал концепция, вот, но понимаю, что там, не знаю, двадцатая часть, одна двадцатая часть, только сам этот дизайн, вот, в основном, конечно, там организационный и много-много чего еще, вот, это кажется, что визуальное, вот, а по факту там, ну, деталей много, и на каждую деталь тянет на то, что можно потерять денег, либо наоборот, сэкономить для инвесторов денег, и, насколько я понимаю, вот у нас сообщество есть, в котором тоже ты будешь делиться всеми вот этими нюансами, ну, понятно, что не всеми, да, но какие-то основные вещи, на которые стоит обратить внимание, потому что каждый проект, естественно, индивидуальный, да, для людей, которые будут запускать ресторан, либо какой-то другой проект, ты как раз рассказываешь и показываешь. Да, совершенно верно, я, в текущем режиме я скидываю, ну, как такие пишут, скажем так, отчеты, да, о том, что происходит сейчас с проектом, да, видео, к сожалению, пока еще рано снимать, потому что движухи в самом ресторане, ее не так много, да, поэтому вот она сейчас буквально вот-вот начнется, уже там подготовили к вывозу старое оборудование, начинаем отмывать кухню, уже там по электрике какие-то работы ведутся, да, но все это очень эпизодично, да, и непосредственно я уже начинаю на объекте, бывать каждый день, уже по нескольку часов, уже начинаются туда встречи переноситься, да, уже начинается подбор команды, и мы, конечно, сейчас будем снимать много видео, которые я буду выкладывать для наших инвесторов, и информации, инвестиционный поток будет сжатым и таким большим достаточно, да, вот в этот месяц, как раз перед открытием, да, и непосредственно после, и во время открытия, да, непосредственно, да, конечно, подготовительный период, вот он размазан во времени очень сильно, мы посмотрели это помещение, это был август месяц прошлого года, то есть мы, даже раньше, ну, практически год прошел, видите, вот мы год, и мы подходим к финалу, когда будет много материала, и я буду, конечно, этим делиться всем, и непосредственно в планах записывания обучающей части, да, это не привязано уже непосредственно к Сингапуру, где я поделюсь своим, и расскажу, как открывать ресторан, учитывая мой опыт, да, непосредственно, да, это та часть, которую получит тоже наш инвестор, тот бонус, большой ущерб. Здорово, здорово, это будет очень интересно, тоже с удовольствием поучаствую в этом обучении, тоже послушаю, приобрету немножечко частичку, 20-летнего опыта, я уже тоже начал свою часть там записывать, буду делиться как раз-таки, как мы маркетинг осуществляли, и как мы собирали, как делали упаковку всего этого проекта, и ты говоришь вот так долго, но на самом деле это не то, что долго, то есть ресторан-то, ну, как бы, открываться-то начал ресторан вот только там несколько месяцев назад, а все это время, оно было подготовительное для того, чтобы придумать концепцию, сколько мы тогда сидели, придумывали с тобой вместе, да, оформляли ее, писали, цифры все высчитывали, договаривались с, там Александром Каном, встречались, и привлекали людей, то есть была проделана огромная работа по созданию именно вот этого вот массива данных, для того, чтобы потом можно было масштабировать, то есть мы же не ограничиваемся, скорее всего, вот этим одним рестораном, да, если модель рабочая, то по сути мы ее показываем, что она рабочая, рассказываем все плюсы и минусы, и предлагаем людям поучаствовать там в дальнейших проектах на расширение. Расскажи про планы, то есть я так понимаю, что этот ресторан уж точно будет запущен, да, и он будет работать, правильно я понимаю? Конечно, да, обязательно мы уже запустим точно этот проект и покажем его уже как... Как кейсы. Крализованный, да, как кейс. И вот, кстати, буквально сегодня ко мне обратился из Москвы один из, ну, скажем так, частных рестораторов, предпринимателей, его зовут Михаил, и он со мной, увидев, видимо, наш проект в Трупосте, ой, в Телеграме, да, про Трупост, он, значит, говорит, поделился со мной, что один из предпринимателей тоже хочет масштабироваться и привлекать деньги таким образом. У него салоны красоты своей, и он хочет дальше масштабироваться, да, для этого ему нужно привлекать капитал. Вот, кстати, я ему, ну, он уже заведомо знав нашу модель, да, я ему подробности рассказал, ему это очень стало интересным, и мы договорились о том, что у нас будет встреча. Сначала мы изучим материалы, сначала мы изучим их идею, что это за салон красоты, какие у него конкурентные преимущества, потому что, конечно, краудинвестинг требует более тщательного подхода, имеется в виду бизнес-идеи, чтобы это было очень конкурентоспособные модели, ну, скажем так, да, что тогда это это конкурентоспособность, она позволит гораздо эффективнее и быстрее привлекать инвестиции, в том числе вот по данному варианту, да, краудинвестинга. Поэтому я верю, что это работает, и вот такой второй, может быть, кейс появится, да, и так далее, и так далее. То есть это современная модель, я считаю, очень востребованная на сегодняшний день. Да, подтверждаю, и самое главное, что она у нас подтверждена нашим кейсом, нашим опытом, то есть, по сути, мы сделали без вложений, каких-то больших в рекламу, еще что-то. Кстати, мы рекламу тоже хотели запускать, но мы не успели, мы даже бот сделали, должны были рекламироваться, но нам обрубили все поставки, пришлось в самостоятельном режиме через там сарафанное радио, через какие-то публикации делали, ну, в общем, так вот получилось. Но, в принципе, тогда у нас тоже есть данные, да, которые как раз показывают, что мы без рекламы это сделали. Вот, если у нас будут данные на следующих проектах с рекламой, мы будем добавить, но я думаю, что тоже должно срабатывать. Почему срабатывает такая схема? так как мы придумывали, могу тоже сказать, кому интересно, если вдруг нас смотрят предприниматели, кто хочет запуститься по похожей схеме, то должна быть классная бизнес-модель, мы ее должны придумать. Вот, в нашем случае, это краудфандинг, не просто так, а модель именно TrueCost, очень прикольная, классная. Второе, это команда, то, что опытные собственники, которые доводят до результата. Третье, это получается, ну вот мы добавили обучение, то есть что-то дополнительное. И вот на комбинации вот таких вот разных вещей получается так, что мы закрываем многие потребности с инвесторов, не только в деньгах, да, но еще в общении, в отношении, в чего-то большего. И вот, когда удается создать некий такой продукт, в него легко уже, ну не то, что легко, в него проще и выгоднее привлекать деньги, чем в еще один очередной какой-то проект, который никому не понятный. Если там плохо продается что-то, то лучше всего покрутить именно эту бизнес-модель и придумать что-то интересное. И как это сделать, можно узнать у меня и у Руслана, поэтому приходите, у нас уже есть опыт, и мы подскажем вам, как это сделать. Руслан, давай, скажи, пожалуйста, вот по ресторанной теме, то есть ты же, получается, ими, ей занимаешься, да, и там планы давай, наверное, на будущее, на ближайшее время. По нашему ресторану, я так понимаю, нужно его открыть там в июне. Дальше как, что будет, что ты планируешь дальше, вот нам на ближайшее, если можно планировать, там на месяц-два, что будет происходить этим летом? Можно ли будет приехать, посмотреть, будет ли ты какие-то открытия торжественные, выложишь ли ты куда-то это в сторис, чтобы сказать, вот мы сделали. Да, конечно, в середине июня мы уже откроем ресторан, и мы планируем, скажем так, об этом рассказывать, не молчать, а наоборот, привлекать, ну, непосредственно в Сингапуре много-много медиа. Естественно, в Сингапур можно прилететь, сейчас в Минили, сейчас въехать может в Сингапур без проблем, как раньше это было, 3-4 дня, там, по-моему, без визы. Единственное требование, это, конечно, прививка, то есть это пока ограничение для людей из России, кто привит спутником, да, тот, к сожалению, пока не разрешена прививка, не уверен, что будет разрешена, но здесь, я думаю, что само требование прививки скоро, возможно, вообще будет историей, вот, и тогда это может быть осуществлено. И, ну, в планах, конечно, посмотреть, как эта модель работает, уже непосредственно, насколько она успешна, или, ну, оправдывает ли она наши ожидания, если да, то мы, конечно же, будем масштабироваться, то есть мы будем развивать этот проект здесь, в Сингапуре, и даже не исключено, что мы сразу будем выходить на другие соседние рынки, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, то есть, Индонезия достаточно большая, ее очень емкий рынок. Я хочу, да, сказать, если кто-то у нас смотрит или есть там инвесторы, кто хочет, тоже, возможно, по такой модели, то есть, с учетом того, что ресторан открывается, там, наверное, 5-6 месяцев, то есть, уже сейчас можете смотреть, как мы запускаемся, подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, Руслана и Трукоста, и смотрите, как происходит весь запуск, потому что в июне он будет запущен, будет реклама, и, естественно, уже будет много желающих. То есть, если вы хотите по такой же модели запустить в партнерстве, может быть, там с нами, по такой же модели, привлекая инвестиции с инвесторов, в том числе, которые у нас, они тоже увидят, что все работает и, возможно, еще захотят участвовать, можно уже сейчас закидывать удочки и думать о том, где и как вы будете открываться. Правильно? Можно так сделать? Конечно, конечно, это нужно так делать. Чтобы не упустить шанс. Хорошо, Руслан, спасибо тебе большое. Все тогда, ты вроде рассказал, основные вещи и где искать подробности сказал, все будем информировать тоже. Я вот сейчас специально записываю это видео, потому что у меня в основном дизайнеры, но и предприниматели тоже есть. Я сейчас познакомился со многими людьми, рассказываю о нашей схеме, которую мы сделали и очень у многих есть именно к ней интерес. Поэтому мы решили записать и рассказать, поделиться. Если есть какие-то вопросы по кромфандингу, по ресторанному бизнесу, по иммиграции либо по Сингапуру, как там живется может быть, как запускать бизнес, это можно к Руслану написать. Ссылка на контакты будут под этим видео. Руслан, спасибо тебе большое. Спасибо, до новых встреч. Инвестируйте в Труббост и в другие наши проекты. До встречи.